Глава НАО Юрий Бездудный побывал с рабочей поездкой в Амдерме. Губернатор посетил социально значимые объекты, провел личный прием и встретился с жителями. Нарекания у главы региона вызвало качество выполненных работ в новом физкультурно-оздоровительном комплексе. Алина Ваучейская продолжит. Альбина Габитова демонстрирует нам прелести квартиры, в которой до недавнего времени она проживала вместе с двумя детьми. Там у нас крысы вылазили по домбальникам. Альбина работает учителем в поселковой школе. Приехала сюда из Оренбурга. Говорит, ожидала, конечно, что условия будут суровыми. Все-таки крайний север, но к соседству с крысами готова не была. Так как крысы бегали табуном, мне страшно было. Все-таки никогда не сталкивались с такими зверюшками. Я лежала с ними, включала телевизор на всю грому. Ну, погромче, чтобы и злоседям, конечно, не помешать спать. Чтобы какое-то присутствие было. Чтобы эти крысы как-то немножко побаивались и не входили в эту комнату. Ну, это их не пугало. Вот я всю ночь сидела и смотрела, чтобы они не залезли и погрызли нас. Когда женщина была на грани отчаяния, она написала письмо президенту. Там же рассказала и о других проблемах поселка. Сейчас Альбине выделили более теплую квартиру. Правда, в том же доме на втором этаже. Здесь хотя бы нет четвероногих соседей. Об этом Альбина рассказала губернатору Юрию Бездудному в ходе личного приема. Также в ходе рабочей поездки в поселок глава региона провел встречу с населением. Поднимали, в частности, и вопрос об Амдерминской школе. В прошлом году мы хотели ремонтировать здание основной школы. У нас даже были выделены федеральные средства. Но исходя из тех актов, которые проводилось СССР, мы дважды в том году приезжали. Здание уже, в принципе, капитальному ремонту не подлежит. Но вы все это знаете тоже. Приезжали мы в том году к вам в феврале месяц с представителями Роспотребнадзора. Позже надзора смотрели и искали здание, в котором можно было бы разместить школу. Зданий таких у вас нет. Юрий Бездудный побывал в здании, где сегодня размещаются и дошколята, и школьники. Сейчас дети ютятся на втором этаже детского сада. 23 ученика получают знания в смежных классах. В одном кабинете первый и третий, второй и четвертый, шестой и седьмой, восьмой и девятый класс. Отдельный кабинет занимает лишь пятый класс. У нас классы-комплекты. Помещений классных особо не хватает в связи с тем, что детей, конечно, не так много. Но у нас есть и внеклассные мероприятия, и проведение всероссийских проверочных работ. И проведение экзаменов тренировочных, девятых классов, и вообще выпускных экзаменов. То есть, хотелось бы немножко помещений побольше. Еще один образовательный объект, который посетил глава региона – физкультурно-оздоровительный комплекс. Типовое двухэтажное здание со спортивным и тренажерным залом, а также с душевыми и зоной отдыха – такие фоки есть во многих селах Заполярья, строили около десяти лет. Впрочем, заниматься здесь спортом жители Амдермы не могут и по сей день. Объект до сих пор не введен в эксплуатацию. Надежда Леонидовна, во сколько нам обошелся этот фок? Цена изначально была в торгах 92 миллиона, по контракту было 74, запретили под речку 52. Согласитесь, что за такие деньги качество должно быть не вот такое, как мы видим. Мы согласны, да. Если подписаны акты, значит, вызывайте подрядчика, выставляйте претензию, и если он откажется устранить все вот эти вот замечания, значит, подавайте на него в суд, на этого подрядчика. Ну, а как здесь заниматься? Нет, мы согласны, да. Как здесь заниматься? Это новый фок, новый фок и убитое покрытие. Кроме того, глава Ненецкого округа побывал в новом фельдшерском здравпункте. ФСЗП, по его словам, готовят к лицензированию. К началу лета он примет первых пациентов. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», поселок Амдерма, Ненецкий автономный округ.